В Алматы директор турфирмы требует наказания для клиентки, которая ранила ее ножницами. Пострадавшая получила серьезную травму головы. Конфликт произошел из-за отказа в визе. Недовольная посетительница требовала вернуть деньги, но договориться не удалось. И женщина стала бросать в турагента констовары. Сейчас подозреваемая задержана. Из-за участившихся случаев нападения со стороны клиентов, юристы настоятельно рекомендуют устанавливать камеры в кабинетах. Как еще могут обезопасить себя работники, выясняла корреспондент КТК Багадгулю Касова. Директор туристической фирмы Мария Ралиева отходит от пережитого шока в сфере туризма. Она работает 10 лет, но с таким сталкивается впервые. Возмущенная клиентка начала бросать в нее констовары, когда узнала об отказе из консульства. Канцелярские ножницы попали прямо в голову врачи, остановили кровотечение и наложили швы. В стаканчике стоят степлеры, карандаши, ручки, линейки и ножницы в том числе. Просто это была же такая минутная потасовка. Само собой это драка была. Мне наложили четыре шва, колотая рана темной области слева. Если бы просто не кость, которая предотвратила внутреннее дальше прохождение ножниц, то ножницы бы воткнулись достаточно глубоко. Мария рассказывает, клиентка обратилась в туристическую компанию, чтобы они помогли оформить документы на визу в Германию и США. Но всей семье отказали. Тогда заказчица потребовала вернуть деньги, потраченные на консульские сборы. Это свыше 300 тысяч деньги. Мария уверяет, что полностью выполнила свою работу. Но окончательное решение принимают представители консульства. Все больше зависит от того, как она пойдет в консульство и будет вести себя. Потому что если кто-то подавался на США, они все прекрасно знают, что при собеседовании только понятно, одобрит тебе консул или не одобрит. То есть это такая, знаете, лотерея. Да, да, нет, нет. Человек злой, да, она потеряла кучу денег, но не претензии к нам. Она же не пошла, не разнесла консульство Германии или консульство США. Сейчас подозреваемая в изоляторе. По статье самоуправства ей грозит до трех лет тюрьмы. И это уже не первый случай в казахстанских офисах. Неделю назад скандал случился в филиале Казахтелекома. Мужчину, который устал стоять в очереди три часа и начал нецензурно выражаться, пришлось связывать с Котчем. Утверждается, что он был пьян. После его оштрафовали на 17 тысяч деньги. Чтобы обезопасить себя, юристы советуют участникам не экономить на специальных кнопках для связи с охраной. У них должны быть в кабинетах свои кнопки, где они могут вызвать для помощи охрану. Это основную уязвимость населения. Это у нас женщины и те, которые непосредственно работают с клиентами. Иногда девушки приходят в офис к тем же юристам и начинают расстегивать свои пуговицы, пишут заявление по факту домогательства, что их побили. И в таких случаях действительно предпринимателям очень тяжело. В связи с чем я всегда советую, чтобы они всегда у себя в кабинетах имели видеокамеру. Юристы настоятельно рекомендуют устанавливать камеры наблюдения в рабочих кабинетах. Запись можно приложить к материалам дела в качестве вещественных доказательств. А еще советуют по возможности нанимать в офис сотрудников. Они смогут вмешаться в конфликт и проходить в суде как свидетели. Бахатгуль Окасова, Мирлана Зимбай и Сергей Ковтун, КТК, Алматы.